Владимир Владимирович, не могу не воспользоваться случаем, как врач с 40-летним стажем сельского здравоохранения. Я очень рад, что на наших площадках вчера очень активно обсуждалась тема развития нашего здравоохранения в Республике Крым. И за эти два с половиной года можно, наверное, посвятить несколько форумов только этой теме, насколько много сделано уже в этом отношении. Лариса Мельник продолжит. Добрый день, Владимир Владимирович. Вот только предыдущий вопрос. Не забудьте его. Давайте сделаем это. Это не шутка. Мы реально готовы будем выделить соответствующие ресурсы под это. Программу давайте. Программу вместе с рыбаками и с региональными властями. Давайте программу обновления флота с тем, чтобы он ушёл за эту одномильную зону. Если это возможно, это специалисты должны сказать. Я этого не знаю, в том числе и вы, и учёные, и те, кто изучают биологию моря, особенно здесь. Это возможно или нет? Наверное, да. Но нужны другие способы, просто возможности. Мы готовы помочь. Программу давайте. Ладно? Мельник Лариса, депутат Ленинского муниципального округа города Севастополя и активист Общероссийского народного фронта. Мне и моим коллегам приходится заниматься вопросами медицины, и мы стараемся это делать очень добросовестно. И я бы вначале хотела поблагодарить от имени коллег вас за то, что сегодня увеличено финансирование медицины полуострова. И оно сегодня возросло в два раза по сравнению с 2014 годом. За модернизацию, в результате которой мы уже получили более 4000 единиц оборудования. За лекарственное обеспечение, в том числе и льготными препаратами. И за обновление парка автомобилей скорой помощи. Крым и Севастополь сегодня получили 182 автомобиля, 60 из которых это реанимобили. По результатам мониторингов, которые проводят активисты ОНФ регулярно, мы выяснили, что люди признательны за доступность бесплатной медпомощи, за доступность высокотехнологичной медпомощи, за возврат к системе диспансеризации и бесплатных профосмотров и многое другое. Однако не все проблемы еще решены. И по результатам тех же мониторингов мы выяснили, что основная проблема, которая волнует население Крыма, это длительность сроков получения медпомощи и наш извечный бич очереди в поликлиниках. И вот в связи с этим у нас есть несколько пожеланий, если можно. Почему-то система внедрения, вернее, информатизации, автоматизации медицины на полуострове. А ведь именно это, вот внедрение таких достижений, прогресса, как электронная регистратура, единая информационная система, они могли бы существенно улучшить организацию первичного приема больных, соответственно, это могло бы уменьшить очереди. И вот в связи с этим мы просили бы профильное министерство усилить контроль именно за информатизацией медицины. Это первое. И второе. Часто приходится слышать, что у нас не хватает лечебных учреждений, дескать, поэтому у нас очереди. Владимир Владимирович, честно говоря, у нас на полуострове достаточное количество лечебных учреждений. Вопрос в том, что их состояние, большинство из них, сегодня не выдерживает никакой критики, и, конечно, не подлежат, не подходит ни под какие стандарты. Что, кстати, я влечу за собой проблемы в их лицензировании. И вот у нас родился такое нескромное пожелание. Может быть, можно как-то изучить вопрос расширения строительства новых клиник, новых больниц, поликлиник вместо реконструкции старых. Потому что мы считаем, что именно новые лечебные учреждения помогли бы преодолеть нам проблему очередей. Спасибо. Да, это одна из действительно проблем, и вы правы, что вы лучше меня знаете. Количества медицинских учреждений достаточно на определённое количество населения, проживающее качество, плохое. Не будем сейчас говорить о прошлом, будем говорить о том, что есть, о том, что нам нужно сделать самим, чтобы было хорошо. Если вы считаете, что один из таких вопросов текущих, но важных, информатизация, мы обязательно над этим не просто подумаем, а мы его в самое ближайшее время начнём более эффективно решать, чем это было до сих пор. Министр здесь находится, и я вас прошу, мне доложить, какие нужны дополнительные шаги для того, чтобы эту проблему начать прямо сейчас закрывать. Оборудование нужно вставить соответствующим образом, и людей обучать, чтобы они могли соответствующим образом работать, и подключать их ещё, эти учреждения, к соответствующим клиникам в России, на континенте, так, чтобы легко было получать соответствующую помощь от ведущих специалистов. Но этого, конечно, недостаточно. Нужно строительство новых, серьёзных, многопрофильных лечебных заведений, они планируются в Республике Крым и в Севастополе. Мы вчера только разговаривали с Дмитрием Владимировичем, вчера или позавчера. На мой взгляд, очень всё затягивается. Мы только в июне, они собирались выйти на то, чтобы получить документы для начала строительства. Мы с ними договорились, вот Дмитрий Владимирович где? Вот Дмитрий Владимирович здесь, да. Мы с ними договорились, что и в Крыму, в Республике Крым, и в Севастополе в первом квартале следующего года должны начаться строительно-монтажные работы. Вот Дмитрий Владимирович Казак здесь находится, он тоже у нас большой начальник, под его руководством функционирует и структура, которая занимается всякими экспертизами, они экспертизу могут делать года два. Значит, вот чтобы они сделали экспертизу быстро, качественно, с тем, чтобы строительные организации могли приступить к работе. И я согласен с вами, это должна быть не реконструкция уже имеющихся учреждений, это должно быть новое строительство на абсолютно новой базе с новым, если не сказать, новейшим оборудованием. А мы в России делаем именно так, если уж новое строительство и оборудование новое там появляется. Владимир Петрович здесь, я просил его тоже подъехать. Вы где, в Севастополе или в Крыму будете строить? И там, и там, да? Вот Владимир Петрович здесь, это АФК-система такая компания, многопрофильная тоже есть у нас. Он будет строить многопрофильные учебные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым. Сергей Владимирович, я знаю, что вы планировали там к имеющейся многопрофильной больнице что-то пристраивать. Давайте договоримся, это должно быть новое учреждение. Пускай оно будет рядом, но это должно быть новое. Садитесь, пожалуйста. И почему вот я с коллегой согласен? Вы знаете, я уже тоже об этом говорил много раз публично, мы когда-то дискутировали, делать нам или не делать, строить или не строить высокотехнологичные медицинские центры в регионах Российской Федерации. И очень многие отговаривали, говорили, не надо, всё равно у них кадров нет, оборудование поставить, на нём некому будет работать. Что получилось? Во-первых, кадры сразу появились. Люди едут, высококлассные специалисты приезжают из крупных городов-миллионников, чтобы работать в более скромных, на этот взгляд, населённых пунктах. Но поскольку там есть просто новейшее, самое лучшее в мире оборудование, люди из-за границы возвращаются, чтобы работать здесь. И всё получилось, и всё функционирует. А кроме того, что тысячи людей пользуются услугами этих центров, есть ещё и другой эффект, совершенно неожиданный. Когда появляется такой центр в регионе, все остальные имеющиеся, имевшиеся до сих пор, начинают подтягиваться так или иначе. Вот это очевидный факт. И очень хороший, кстати сказать, факт, очень полезный составляющий всего этого процесса. Поэтому это, конечно, должны быть новые центры. Владимир Петрович, сможете начать в первом квартале строительно-монтажные работы? Владимир Петрович, мы сегодня уже с министром здравоохранения, с Ольгой Юрьевной Голодец, с главой Крыма и господина Гваров а, приняли решение по проекту, какие делать, б, естественно, начать в этом году нужно, иначе мы к 2018 году не успеем. Ну, есть ряд вопросов, которые надо было обсудить, если это возможно. Значит, вот ещё раз не хочу поднимать руководителей Крыма и Севастополя. Проекты, можно годами согласовывать проекты, понимаете? А проекты есть, их нужно только привязать к местности, больше ничего не надо. И это точно совершенно можно сделать быстро. Рассчитывая на то, что правительство Российской Федерации обеспечит все процедуры, которые от него зависят, а местные власти смогут сделать всё для выделения участков, подключения к инфраструктуре, согласования к проекту, потому что это на оригинальный уровень власти согласовывает этот проект. И работа будет начата. Я просил, чтобы она была начата в первом квартале следующего года, но если в этом году, ещё лучше. Дай ему Бог здоровья всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ